Как часто вы ходите в кинотеатры? Более половины участников опроса, проводившегося на сайте нашей телекомпании, это делают один раз в 2-3 месяца. Или вообще отдают предпочтение домашнему уюту, а не большому экрану. Кстати, настоящие киноманы могут попробовать свои силы в фотоконкурсе, который мы проводим совместно с Центром досуга «Юность». Подробности читайте на нашем сайте и в официальной группе телеканала ВКонтакте. Кстати, шедевры отечественного кино стали еще ближе. На базе Центра духовной культуры имени Щепкина открылся филиал Госфильмофонда России. А это значит, что теперь в Курске будут проходить премьеры, фестивали, ретроспективы, встречи с любимыми актерами. На презентацию в наш город приехали настоящие кинолегенды. С ними пообщалась моя коллега Юлия Матвеева. Синоптики не предупреждали, но в Курске наблюдали звездопад. Народные, заслуженные, всеобщелюбимые. Алексей Петренко, Сергей Никоненко, Аристарх Ливанов. Презентовали программу «Товарищ кино». Проект, с которым еще в советское время они объездили всю страну. Где мы только не были. То есть Кушка, я не знаю, Байконур. Ну, везде самые дальние уголки. Плюс приходилось иногда на тракторах добираться до села. Госфильмофонд – это крупнейшее кинособрание в мире. Более 70 тысяч лент. От немого до современного кино. А еще фотографии, афиши, сценарии. Огромный потенциал теперь доступен и курянам. На этих фильмах, которые будут здесь показаны Госфильмофондом, будут воспитываться в духе патриотизма, преданности Родине, нашей подрастающей сегодня поколения. Очень востребовано советское кино. Очень востребовано российское кино. Слава Богу, российское кино потихонечку восстанавливается. Более сотни мероприятий ежегодно проводят Госфильмофонд в своих филиалах. Кстати, курским отделением будет руководить всем известный Сергей Малютин. Бывший директор областного киновидеофонда уже готовится к фестивалю «Свет лучезарного ангела». Он пройдет здесь в мае. Раз в квартал, будут приезжать сюда какие-то известные кинематографисты, ну, приезжают, наверное, актеры, режиссеры, и давать мастер-классы. По крайней мере, об этом была договоренность. Есть возможность возобновить работу городского киноклуба. Одно из важных направлений работы Госфильмофонда – это акции для детей. Человек растет, у него складывается восприятие мира. Неизвестно, какие дома условия для того, чтобы помогали родители или близкие. И да еще, если кино не работает на детей, а сейчас это трагедия, мне кажется. Трагедия. Нет детского кино, каким был. Была студия Горького, например. Они не борются с мейнстримом, а предлагают альтернативу. Предлагают выбрать классику. Госфильмофон вас не подведет. Это замечательная организация. Вы в скорости убедитесь в этом. Юлия Матвеева, Антон Латышев, телеканал СЕИМ.